Три недели в Крыму проведут 10 ребят из Ненецкого округа. Они узнают о культуре различных народов мира, освоят искусство ведения переговоров, прикоснутся к тайным международной дипломатии и станут участниками фестиваля японской культуры. Такую программу для детей готовит международная смена дружбы лагеря Артек. Путевки в центр ребята получили благодаря своим успехам в учебе и достижениям в дополнительном образовании. В длительную и увлекательную поездку будущих Артековцев сегодня провожали родители и уполномоченные по правам ребенка в Ненецком округе Римма Галушина. Удивительное место, конечно, я тебе желаю взять полной программе, все, что можно, там замечательные педагоги. Попасть в Артек мечтает чуть ли не каждый ребенок, но путевка в международный лагерь достается лишь немногим. Например, юная Ксения в прошлом году в лагерь не попала, говорит, не хватило времени, но мечтам свойственно сбываться. Что для тебя? Ну, это новые хорошие впечатления, отдых от проблем всех, можно спокойно наслаждаться. Вместе с Ксенией летние каникулы в Крыму проведет ее брат Вадим. Признается, путевку в лагерь заслужил. У меня много грамм от мамы, сфотографировала, отправила и получила путевки в Артек. Ну, что ты ждешь от этой поездки? Ну, как же, что ты там хочешь? Просто отдохнуть, познакомиться с новыми друзьями? Хочу познакомиться с друзьями, хорошо отдохнуть. В этом году Министерство образования и науки выделило нашему региону 20 путевок для одаренных детей, по 10 человек на две смены. Списки счастливчиков формировались через федеральную информационную систему АИС-путевка. Наряду с наринмарскими школьниками билет в Артек получили ребята из Харуты и Омы. Сегодня проводить детей в дорогу приехала уполномоченная по правам ребенка в НАУ Римма Галушина. Завтра ей предстоит поездка в Анапу, где также отдыхают дети из Нинецкого округа. Я полечу с инспекторской проверкой, то есть посмотреть условия содержания наших детей. Это и питание, и медицинское обеспечение, условия отдыха, воспитательная программа, поскольку у нас... Этому, конечно, я уделю особое внимание, поскольку у нас приоритет отдаётся детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Поэтому, конечно же, воспитательная работа тоже должна быть на высоте. Но по отзывам, действительно, лагерь неплохой. Это не лагерь, это санаторно-курортное объединение. Поэтому я надеюсь, что, конечно же, нашим деткам там понравится. По словам Риммы Галушиной, подобные проверки являются частью работы детского правозащитника и помогают решать возникающие проблемы на местах.